Всем приветики! С вами канал Артмания. Сегодня у нас с вами глобальная готовка еды. Короче, мы сегодня будем вместе с девочкой вместе с вами готовить кушать и пачку масла, конечно, я держу не зря. На эту пачку масла у нас с вами будет обзор сегодня. Вот, только немножечко, наверное, попозже чуть-чуть. Сегодня у нас очень много нужно приготовить. Я надеюсь, что мы с вами все-таки все успеем. И у меня не затянется ролик на 3-4-5 часов. Я очень сильно на это надеюсь. Вот, сегодня мы с вами будем готовить шашлык. Вот у меня уже есть кусок мяса. Здесь у нас килограмм. Да, почти ровно даже килограмм. Он называется свинина духовая. Вот, и также будем болтать. Параллельно там сидит девочка. Дим, скажи всем привет. Приветики. Да, привет. Да, кстати, у нас еще новый нож. Добавок. А вот он. Плюс новый ножик. Мы будем с вами его испытывать. Я хотела на него делать обзор, но подумала, что, наверное, обзор делать не надо. Не знаю, надо, не надо. Уже акция на них прошла. Они продавались в перекрестке. Нужно было набрать наклейки. Это моя, кстати, вторая попытка купить что-то за наклейки. У него, кстати, вот такая вот штучка. Но они очень острые. Очень сильно острые. Первый мой ножичек был вот такой вот. Я очень давно о таком ноже мечтала. Видела его во всяких роликах. То есть, вот тут вот видно, вот они. Видите? Сейчас вот так вот видно. Вот эти вот штучки, овальчики. Я очень давно мечтала о таком. Он, кстати, очень острый. Это в перекрестке была акция. И вот такой же я потом пошла и купила уже для мяса. Потому что у меня старенький ножик. А, мы, наверное, этот нож убрали. Потому что Дима у нас по кухне ночью просыпается, по ночам ходит. Везде все лазит. И мы эти ножи прячем. Видимо, я его, скорее всего, убрала. Но вы его в любом случае видели. Так. Ножечкой я ополоснула. Взяла мою госточку для мяса. Так. Тут пакет. Вот этот пакет, кстати, выбрасывать не буду. Я в него складываю разный мусор. Его я, наверное, оставлю. Так. Положим мясо. И его сейчас помоем с вами. И будем готовить наш шашлык. Давно, если честно, я уже этого не делала. Уже очень-очень давно. Сюда надо сразу складывать мусор, который сегодня уберем. Такой он. Ну, кстати, мало очень жира получилось. Я нашла. Уже были последние кусочки. Я люблю побольше жирка. Они становятся более мягенькие. Так. Сейчас я помоем. Да. Жирка, я прям, смотри, действительно здесь очень мало. Очень прям мало. Я хотела, наоборот, чтобы было побольше. Чтобы он был более мягенький. Ты зачем курица трясешь? Это не курица, это мясо, это свининка. Здесь прям такой кусочек. Сейчас я покажу. Сначала это свининка. Покажу вам. Прям, смотрите, такой кусочек. Вот этот вот. Такой большой. Большой, как это. Похож на какой-то... Похож прям на какой-то такой вот кусочек такого прям мяска хорошего. Так. Ну, конечно, это килограмм. Там стоило очень дешево. Вот он называется, свинина духовая. Ну, и давайте сейчас мы будем с вами проверять. Вам видно? В принципе, вам видно. Но я, блин, с таким трудом ставила эту камеру. Не знаю, как я ставила в предыдущие разы. Режет. Неплохо довольно режет, кстати. Вот же жил. Режет, кстати, очень хорошо. Ну, и тот, кстати, предыдущий нож у меня тоже резал очень хорошо. Поэтому я не хотела, в принципе, менять. Но я подумала, что тот уже старый. Этот нож из нержавеющей стали. А тот нож получается самый обыкновенный. Какой-то там металлический, который я купила так уже, наверное, лет 10, наверное, назад. Или 10-9 где-то лет назад. Ну, то есть он прям уже такой давнишний. Вот такой кусочек прям хорошенький. Ну, листочек, кстати, очень похожий. Такой, как будто листочечек вот тут вот. Осенний лист. Нет, это не лист. Это мясо. Как у нас дела? Дима у нас пошел в садик. Дима сегодня пошел в садик. Не сегодня. А вообще у нас Дима пошел в садик. Уже в садик. Сука, раз ты в садик ходил? 1, 2, 3, 4, 5. Раз уже, наверное, 3 или 4 раза, наверное, да. Где-то он ходил в садик. И заболел. Ну, мы уже болели. Мы уже переболели несколько разных инфекций, которые зацепили в садике. Вот. То есть уже разные там уже болеем. Вот. Такие кусочки. И сейчас Дима у нас снова болеет. У нас странные появились сопли мы их лечили, лечили, лечили. Причем все началось сначала у нас, как же, а, или в этот раз. А, в этот раз без температуры. По-моему, просто сопли, по-моему, что ли. Сейчас уже не помню, я уже просто запуталась во всем этом. Вот. Без температуры. Обычно у нас обязательно понимаете температуру, а тут просто без температуры. Просто появились сопли. И эти сопли у нас длятся уже третью неделю, представляете? Уже третью неделю они длятся. Вот. И становилось все хуже, 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 хуже. Потом у меня ребенок появился с кашей. Мы попали к лору пошли. Вот. Она прописала. Вот уже неделя прошла. Мы завтра пойдем снова к лору. Она посмотрит, что там, как там. Стало ему лучше, нет. Но у него еще и появился кашель с мокротой. Причем мы попали к педиатру. Она послушала его и сказала, что у легких все чисто. Там ничего нет. Но кашель с мокротой у него есть. То есть, какая-то путаница. То есть, ну, кашель не сухой кашель, а вот именно такой вот. Как при мокроте, знаете. То есть, ну, он же есть. Причем я слушала его легкие. Прослушала, когда он у меня только начал кашлять. У меня тоже такая же ручка есть. Вот с этой вот ручкой. Забываю все время, как она называется. Мне почему-то кажется, что она называется манометр. Не знаю, почему. Я ее всегда называю так. Но мама сказала, что она называется фонометр. На фон, от слова фон, короче, что-то такое. Не помню. Напишите в комментариях, если кто знает. Я прослушивала. Я слышала, что там хрипы у него есть. Причем я вспоминаю то, что я слушала до этого уже. Как-то несколько лет назад. Я ничего не слышала. Ну, раз заболеет у меня, и раз сразу послушаю. Ну, у меня нет, конечно, медицинского образования. Меня никто ничему не учил. Просто вот он у меня остался. У меня дедуля врач был. И он у меня остался. Я забрала память о дедуле. Иногда вот он пригождается мне. То есть, я услышала хрипы. Там были хрипы. Вот. Через какое-то там время, через неделю, что ли, вот мы попали в педиатру. Она сказала, что там все чисто якобы. Не знаю, как она слушала. Причем там человек. То есть, у нее высшее образование понятно. Ну, короче, стаж у нее большой. Не знаю, почему она не услышала. Завтра мы пойдем снова к Лору. Она послушает нас. Наверное, скорее всего. И хочу попасть снова, какой там будет на тот момент педиатр, чтобы ребенка послушали снова. Но на всякий случай мы пьем лекарство доктор Мом. Отхаркивающее. У меня, вроде, ребенок чуть-чуть начал кашлять получше. Уже такое отходить начало. Дим, сиди спокойно. Чуть-чуть уже начала подходить. Чуть-чуть. Вот. Так что мы лечимся. Нос, конечно, вообще у него там дышал-то. С какими-то звуками. Мне иногда казалось, как будто у него там в носу какая-то кошка мурчит. Что-то куски какие-то огромные у меня получаются. Да куски чуть большие. Ты куда у меня ушел-то? Свою комнату. Ну да? Ну иди. Я не так все-таки режу. Вот. У нас шашлык с вами будет в духовке. Я уже, кстати, на него делала, записывала рецепт. Вот это вот мои кусочки. Рецепт уже записывала. Он есть. Что-то я кушать захотела прям даже. Вот. Сегодня я еще планирую потушить капусту. Хочу. У нас лежит. Она уже давно лежит. Честно говоря, очень люблю эти все жилки. С ними мясо какое-то становится более мягкое. Как-то раз я помню шашлыки мы делали. Не мы, а в гости приезжали. Там делали шашлыки. И там наша знакомая, родственница наша, решила сделать прям шашлык из чистого мяса. И вот эти всякие жилки, всякие перегородочки. Вот эти все, короче, она отрезала. Вы знаете, шашлык был такой сухой. Он был прям нереально сухой просто. И не знаю, это был ужас. Она, конечно, постаралась сделать как можно лучше, но получилось как можно хуже. Ужасно было. Тяжело жевать. И не только мне не понравилось, не понравилось он всем. Все спрашивают, господи, что это за мясо такое странное. Она как-то не будет, это шейка, что ли. Я сейчас не помню, что там было. Маленькие кусочки у меня были. Ну ладно. Так. Ну все. Так. Теперь наши шашлычки. И, конечно же, у нас есть вот такая вот специя. Помните ее, да? Уже, кстати, у меня меньше половины ее стало. Добавляем, ой, добавляем ее. Сейчас посмотрим. Напишите рецепт, какой шашлык, вернее, как вы замариновываете шашлык, чтобы его сделать на природе, там, на даче, в огороде, где там вы говорите. Вот. Если добавить туда уксус, я помню, то мясо получалось жесткое в основном. Ну, не знаю, почему-то вот так вот. А где бумага, туалет? Так, наше мясо я убрала, пока мы его оставляем с вами на целый час. Затекаем время, у нас время 11 часов сейчас. И в 12 часов я его снова перемешаю и отправлю уже в духовку. Запомню, да, что в 12. Такую баночку я покупала в светофоре, где-то 70 рублей. И, честно говоря, мне показалось, что 70 рублей это слишком дорого. Вот. Я решила сделать сама за какие-то полкило, то есть 570 грамм, 70 рублей, наверное, все-таки дорого. То есть, если килограмм, допустим, это получается уже 140, 140, да, либо 75, я не помню, 140, 150 рублей, к примеру, да. Ну, ладно, пускай будет 140 рублей, то есть за килограмм. Здесь получается килограмм лимона в 109 рублей. Ну, правда, здесь еще плюс сахар добавлен, но, честно говоря, тут настолько много сахара, что после нее постоянно хочется пить. Из нее я делаю лимонник, то есть добавляю в ее водичку тепленькую и очень вкусно. Постоянно мне хочется пить, пить, пить. Это прям вообще что-то. И плюс именно вот это, я не знаю, почему, может быть, это конкретно мне досталось, я не знаю. У меня какой-то привкус плесени у нее. Не знаю, почему у нее привкус плесени. Ну, вроде вот я все пробовала, 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 но в итоге я допила. Не знаю, может мне просто кажется. Ну, вот сейчас вот уже больше есть. Она такая вот консистенция. То ли есть он, то ли нет. То есть я то чувствую ее, то я не чувствую, то вроде он ароматный, то нет. Что-то вот, ну, не знаю, мне она, кстати, очень-очень понравилась. Прикольная такая вещь. Вот, допустим, хочется попить чай, да, чай делать это слишком долго. Там ее раз, столовую ложку взял, в стакан добавил, все, у тебя готов напиток. То есть вот, ну, вот как напиток мне понравилось очень. Как просто поесть, но в принципе тоже. Поэтому я решила сделать сама. Сегодня мы будем с вами вместе делать. Я купила лимоны. У меня есть целый килограмм лимонов. Сейчас мы их с вами порежем. Так, вот я лимончики наши помыла. Такие они, кстати, толстокоры. Я очень люблю лимоны толстокоры. Кстати, напишите в комментариях, какие любите вы. И, кстати, еще большой минус был, то, что здесь вот была банка, там очень было много косточек от лимона. Я хочу попытаться сделать без косточек. Не знаю, насколько это у меня получится. Смотри, хочешь смотреть, как я делаю? Да. Это не видно, за час. Не знаю, насколько это получится. Но тут прям вообще косточки какие-то мелкие. Косточки прям стали совсем другие у лимона. Надо какой-то контейнер мне. Косточек сбора. Совсем другие стали. Лимоны, конечно, вообще у нас поменялись очень сильно. Раньше, если помните, всегда были большие косточки. Раз-раз вытащила, все. Сейчас мне иногда кажется, особенно тонко-скорые косточки. Ой, господи, лимоны. Мне кажется, как будто их выращивают прямо дома. И продают в магазине. Мелкие прям. Я езжу мелкие косточки. Что они такие маленькие странные? Не знаю. А лимон плакал. Сейчас я вам покажу. А то скажут, что она там ковыряется непонятно. Вот они. Вот они идут, маленькие косточки. У лимона стоят. Да, вроде толстокоры. Вроде что-то странное. Посмотрим сейчас, сколько у нас там в килограммах получится. Стоит ли вообще делать самим? Мне кажется, стоит. Самим все-таки гораздо будет вкуснее. За 109, тем более, всего лишь. Можно даже найти, наверное, лимон и подешевать. Светофоры, кстати, я видела лимоны тонко-корые за 127. Но они были такие уже измученные, такие залежалые. Я еще тогда подумала, бай, ты разве дешевле у вас 127-то? Думаю, это же дорого. Вроде они дешевле же продаются. Не буду брать. Пойду, думаю, посмотрю сначала в перекрестке почем. Оказывается, в перекрестке дешевле даже. Один раз я в победе взяла, помню, лимоны за 94 рубля. Я их насушила. Извала, что-то килограмма 2, наверное. На кассе девушка так удивилась. О, так много лимонов берете? Куда это вам так много? А сзади мужчина стояла. Говорит, да может, она их есть будет. Какая вроде тебе разница? Я говорю, да сушить, говорю, я буду их. Говорю, в чай добавить вот так туда-сюда. Вот вкусно. Чай потом ароматный. Когда это было? Это было у нас с тобою не вот этот вот Новый год, а позапрошлый. Ну, не верю, не позапрошлый, а прошлый Новый год. Не этот, а прошлый. Опа. А берут, кстати, ее у нас хорошо водоводную. Людям она нравится. Не знаю. Может, мне досталась такая. По сроку годности я посмотрела, все в норму. Все хорошо. Может, досталась, потому что она там завалялась где-нибудь там. Около батареи, например. Там, я не знаю. Кто-то не знает. Еще больше дырка. Может, что она не видна. Не все получилось просто. Да. Траваи у нас там есть. На улице хорошо. А нет, сегодня нет солнечных. В эти дни было очень солнечно. В эти дни мне приезжала моя знакомая. Такая очень хорошая знакомая. С которой мы познакомились очень даже, знаете, случайно. Просто чисто случайно. В интернете. Я вам уже рассказывала, что у меня подруга появлялась. Но мы поссорились. Но это будет... Хочу записать отдельный ролик на эту тему. Не знаю, когда это будет. Правда. Пока-то с ребенком сижу дома. Пока там это. То все. Не знаю. Надо собраться как-нибудь. И записать его. Кого? Ролик, 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 видео. Вот. Мы очень хорошо, очень классно, прям очень здорово погуляли. Очень классно посмеялись. Она оказалась очень веселая. Не только добрая, а именно веселая. Причем очень сильно веселая. И мы прям вообще эти два часа где-то мы гуляли. Эти два часа. Я не знаю, с таким удовольствием с ней пробыла. Это было настолько весело. Это было весело везде абсолютно. Ну и я сама по себе веселая очень. И она веселая. То есть нам было вообще прям просто шикарно. Хотя по большому счету мы друг о дружке вообще ничего не знаем. Ну очень мало знаем. Знаем кто где живет. Она была у меня уже в гостях до этого приезжала. Вот. Там на какое-то время два раза там. Один раз в гостях. Один раз просто заезжала там. Отдавала. Обмен вещами был у нас. Вот. То есть я раздаю, как вы знаете, старые вещи избавлялись после ремонта. Она что-то забирает и в обмен привозит продукты. Вот. Ну я решила, что буду обмениваться, скорее всего, на продукты. Потому что обмениваться вещь на вещь, это очень сложно для меня. То есть мне очень сложно найти какую-то определенную вещь. Допустим, мне нужна какая-то определенная книга. На днях я написала туда в группу то, что я ищу книжки по психологии. Но я ищу книги определенные. Определенные книги, которые мне нравится читать. Которые мне приятно читать. Именно вот определенные книги. Ну конечно их не оказалось ни у кого. То есть это сложно. Поэтому я подумала, что проще, наверное, будет, если бы я просто свои вещи все раздам. А потом со временем просто, если я найду эту книгу, если ее будет кто-то продавать, то я просто ее куплю и все. Вот. То есть, ну потрачу денежки. А продавать свои вещи, конечно, я не стала. Потому что это все очень долго. И я хочу от них избавиться поскорее. Уже, чтобы они у меня просто побыстрее все закончились. Ну вот, смотрите, у нас получилась прям такая целая чашка разрезанных лимонов. Их я хочу попробовать в блендер. Как же он называется-то вот здесь? Давно я не пользовалась уже, если честно. За много лет. Вот такие вот ножички. А вот, вот так вот видно. Хочу попробовать лимон. Перемешать. Не знаю, получится мне или нет. Но, кстати, он очень хорошо перемешивает творог для запеканки. Прям вот, ну, прям вот полностью. Прям очень хорошо. Сейчас мы попробуем с лимонами. Получится там лимон. И, естественно, мы вместе с ней пофоткались. То есть, осенней фотографии было. Как раз солнечная погода такая. Очень прям такая теплая, солнечная. И мы в моем районе, она в мой район приехала. По делам ходила. И заодно ко мне зашла. Забрала вещи. Вот. То есть, в моем районе погуляли вместе. Прям не знаю, это вообще-то что-то было шикарное. Как раз прошла и у меня вместе с ней бесплатная фотосессия. И у нее. То есть, я и ее пофоткала, и меня. Честно говоря, я никогда не подумала бы, что я могу раскрыться на фотосессии. То есть, ну, все равно я остаюсь сама по себе стеснительным человеком. Но, наверное, все равно у меня будет присутствовать всю жизнь. Где-то я чего-то стесняюсь. Где-то я чего-то... Не знаю, боюсь, не боюсь. Не знаю даже. Вот. Но она смогла. Такие... Все-таки, чтобы я раскрылась, это сделать. Все-таки, какие-то определенные секреты у нее для этого есть. Вот так. Что-то у меня мало, куда плохо помещается. Ну, все равно у нас у всех, в принципе, страхи какие-то определенные есть. Они есть по-любому есть. Ну, как-то я всегда знала, что я не фотогенична. И что-то вот все фотографии, которые особенно делал мой муж, или, допустим, мои родители, когда там меня фотографировали, там попросишь, сфоткай меня вот здесь вот. Ну, так вот сядешь, тебя сфоткают вроде бы вот. Как бы и все. И все фотографии в основном не получались. У меня, мне не нравились они. Какие-то они были не очень. Сами вот эти вот штучки мне, вот честно, они вообще не нравятся. Но вот эта вот штука, вот сама, мне очень нравится. Что-то нравится, что-то не нравится. Так. Сейчас мы с вами будем все это тут делировать. Видно вам? Видно. Ну, что, поехали? Я надеюсь, что у нас получится с вами офигенный лимоник. Кстати, две штучки осталось немножко. Не поместились. Я их сейчас выложу попозже. Вот. Пересливать, наверное, я буду в такую баночку. Это у меня баночка когда-то была из-под меда. Наверное, нету, да? И, наверное, мы будем стараться ее съесть практически сразу. Не хочу ее кипятить там же. Что-то еще помешаем. Я знаю, что вещи сделают на мясорубке. Супай, палочек, чистенькая. Секрет, как ты делала на мясорубке. Это, чтобы он приезжал, попробовал, чтобы смотреть, вкусно. Я ложку у нас взяла, но мне не понравился вообще. Чтобы там был вообще такой непонятный лимонный перемен. Но, на них, кстати, это было похоже как вот там. Не как здесь. Часть у меня там осталась. Она застряла там прям конкретно. Я, наверное... Ну, и, в принципе, она не помещается. Поэтому я, скорее всего, просто залью... Здесь с коричневой... Ну, ладно. Залью водичкой. И, как раз, у нас получится некий лимончик. Красава. Здесь. Так. Ну, вот я себе уже все приготовила. Приготовила здесь мультиварку. Чуть-чуть попозже ее покажу. Вот. У меня новая мультиварка. На нее обзор я еще постепенно делаю. Постепенно добавляю, что можно еще приготовить в мультиварке. Помимо там чего-то... Кстати, недавно видела на улице книжку. У нас такие маленькие домики стоят с книжечками. Там видела книжка, что можно приготовить в микроволновке. И там такие блюда. Там суп, мясо, картошка. Там что-то вообще прям... Не знаю. Эта микроволновка должна быть как духовка, наверное. Чтоб реально что-то было в ней приготовить. Так что... Не знаю. Мне кажется, у меня не такая. Она мощная. Я уже капусту себе нарезала. Небольшие кусочки, чтобы мне было удобно. Хочу потушить сегодня весь вилок прям такой капусты. Кстати, я очень люблю есть тушеную капусту вместе с черным хлебушком, намазанным маслицем. Меня мама в детстве так приучила. Когда-то мне не нравилась капуста. Прям терпеть ее не могла. Так, вам видно? А, вам даже не видно, что я тут делаю. Сейчас мы места не поменяемся. Вот у меня этот напиток стоит. Вот сейчас мы сюда перейдем. Ну-ка. Ага. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Все, еле. Вот. С вами продолжаем. Дальше наши болталки. Уже мы с вами сколько блюд-то сделали? Один? Один, два, три. Третье. Хочу еще успеть пастилу сделать. Пастилу. Не знаю, ни разу в жизни не делала даже. Получится у меня что-нибудь или не получится. Не знаю даже. Но надо попробовать. Надо все равно пробовать делать. Надеюсь, что у меня все получится. Очень надеюсь. Пастилу. И что же еще? А, еще печенье у нас с вами. Печенье из маслицы. Сделать обзор на маслицу. Оно уже размякло, уже готовое. Надо тоже успеть. Как раз скоро у нас мы поставим с вами в духовку мясо. И потом, после мяса, как раз печенье. Такой прям день готовки у нас с вами сегодня. Готовка, готовка, готовка прям. Сейчас еще с вами. Теперь все загородило. Теперь вообще ничего не видать. Так видно? Дима у нас там тоже что-то делает. Что-то там пилит. Постепенно с Димочкой вылечиваемся. Еще так получилось, что когда у меня ребенок болеет, я ему всегда включаю мультики. И в какой-то момент я поняла то, что мы слишком часто смотрим эти мультики, что надо что-то все-таки менять. Иначе так получится, что у меня ребенок хочет все эти мультики смотреть круглыми сутками. Для зрения не очень. И вот мы уже вчера решили, что больше у нас не будет мультиков. Будут, но очень-очень редко. И стали уже что-то начинать делать. Потому что и уже после ремонта я отвыкла немножко с ребенком заниматься. То есть мы до этого прям занимались, занимались, занимались с ним. Вместе рисовали, вместе это. Во времена ремонта, да? Да. Было все очень сложно. Негде было сесть. И плюс чужой человек приходит, то есть делает ремонт. И вот это было, конечно, просто ужасно. Особенно, когда мы его ждали. Это было что? С чем-то? Отрезал. Отрезал, да? Или что, да? Да, и тут тоже я хочу отрезать. Сюгодонку хочу отрезать. Да, чем-то уже занимаешься. Сам себя отвлекать учишься. И, конечно, этого мастера ждали. Он обещает, допустим, прийти в 10, а приходит в 11, 12, в час дня, в 2 часа вечера, в 3, в 4, в 5, в 5 вечера. Пришел. Говорит, я сегодня не приду. Я пришел сказать вам, что я сегодня не приду. И ушел. Я вообще была просто в шоке. Я говорю, а зачем пришел-то? Ну, чтобы сказать, что я не приду. Блин, думаю, вообще. И ждешь, знаете, целый день, то есть не можешь ни выйти никуда, с ребенком, ни погулять, ничего. Ему же не оставишь ключи, правильно? Неизвестно, какой там человек. И просто в ожидании. Все три месяца ремонта. Я не знаю, это было что-то с чем-то. Это, я не знаю. Наконец у нас уступила тишина, спокойствие. Не надо никого там целыми днями сидеть, ждать. Я прям вообще очень-очень рада. И, конечно же, ремонт. Ремонт красивый, красивый ремонт. Который, кстати, я вам так и не показала до сих пор. До сих пор все никак не могу показать. Все, мне хочется, знаете, чтобы навести порядок. Идеальный такой порядок. Чтобы вот так раз с камеры пройтись и все. Ну, никак я не могу. Уберусь в своей комнате. Потом у сына в комнате уберусь. Через какое-то время захожу, у него уже срачовник. То есть, ну, получается, именно вот так. Почему-то каждый раз. Думаю, ну ладно, сейчас ребенок в садик уйдет. Я быстренько там все проупираюсь. Пока никого нету дома. Коп-коп. Думаю, быстренько засниму и все. Ну, никак все. Все что-то никак. Такие у нас дела. Ремонт это, конечно, хорошо. Но жить в ремонте, конечно, это ужасно. Некоторые прям есть влоги, как мы жили в ремонте. Как у нас делали ремонт здесь на кухне. То есть, вы видите, вот кухонный гарнитур, да, вот он сзади меня. Он цельный. Его разбирали. Приезжал в другую комнату. Здесь полностью делался ремонт. Потому что здесь полы были ужасные, неровные, гнилые все. То есть, в то время, когда мы делали здесь ремонт, здесь сделал ремонт мой съемка. И он пообещал, что полы поменяет. Но в итоге он решил их не менять. Вот. И мама потом подумала, говорит, нет, надо все-таки что-то делать с этими полами. Иначе они потом вообще прыгнут и потом еще сложнее будет поменять. Тем более, кухонный гарнитур стоит, там все такое. То есть, это все очень сложно. И решили вот делать ремонт. Хорошо, хоть токанец и сделали. Я надеюсь, что этот ремонт у нас все будет хорошо лет так 30 хотя. Но, конечно, делать ремонт через каждые 10 лет. Но мне сейчас вот прям обои мои вот эти вот безумно нравятся. Меня не устраивает. Идем, кокоску, ты хочешь, да? Хочу. Правда, жестковатая она, наверное. Ммм, она сладкая. А я думала, капуста и капуста. Кстати, капуста, она уменьшается в размере. Вот я сейчас начинаю вспоминать. Поэтому здесь сейчас, здесь в чашу мне половина. Сейчас еще добавлю. Как будто бы будет взялое, а потом станет снова половина. Хорошо. На выходные, кстати, Дима отправлялся. А, я и говорю, у того же бабуля. Я рисовала. Вот, кстати, вы знаете, что у меня есть инстаграм-канал. Или инстаграм-страница, как это правильно называется. Вот, там я публикую самые свежие новости, которые, кстати, нету на ютубе порой. Вот, где мы там находимся, где мы гуляем, чем мы занимаемся. Вот, куда мы с мужем, допустим, можем поехать, там съездить. Все это там опубликовывается. И там я публиковала... А, да, кстати, у нас есть еще страница в лайке и в тик-токе. Где Дима танцует, я танцую, мы с мужем вместе танцуют. Где я публиковала свою картину под приятную музыку и с таким красивым фоном. Вот. Мне прям очень понравилось, как я это сделала. Вот, и начала я рисовать выходные, как всегда, с акварели, потому что гуашью рисовать мне некогда с маленьким ребенком. То есть, если акварелью нарисуешь, есть время подождать, пока она высохнет. Вот, ну, высохнет, потом продолжаешь дальше. То есть, есть время, когда рисуешь гуашью, это все равно, что... Хотя, конечно, маслом рисуешь, можно подождать, то есть пойти позаниматься делами и потом дальше дорисовать. Наверное, как акриловыми красками. Они сохнут быстро, гуашь точно так же сохнет быстро и времени нет. И, конечно, получилось так, что я гуашью не рисовала уже 4 года. Представляете? 4 года я, оказывается, уже не рисовала гуашью. Ну, может быть, там чего-то пыталась, там, я не помню, по-моему, нет. В последний раз я, по-моему, рисовала гуашью, как раз была беременная Димой. Мне нужно было нарисовать картину под заказ, меня там попросили за деньги. И также потом я такую же картину нарисовала маме в подарок. Вот. И я села рисовать картину и поняла то, что я не умею рисовать гуашью. То, что я просто разучилась рисовать, представляете? Просто раз и разучилась. Меня это жутко взбесило, меня это очень сильно разозлило. В итоге я поиграла в компьютер. Потом я подумала, что все-таки нужно попробовать еще раз. Все-таки, ну, я рисовала столько лет, как бы училась этому. Как бы у меня все получалось, было все супер. Надо пробовать. И села рисовать снова. Стала потихоньку вспоминать, как все это делается. И, в принципе, кстати, у меня получилась очень классная картина. В инстаграме можете посмотреть на нее видеоролик. Там в сторис, по-моему, что ли. Или нет? А, в сторис, да. Она называется «Моя картина». Можете увидеть ее там. Все. Отправляем ее. Вот, все. Вот, все. Котец забыл. Сезар. Дима, ну, сядь, пожалуйста, сядь спокойненько. Сейчас, пожалуйста, спокойненько. Ну, потому что ты скачешь, невозможно. Как ты скачешь, невозможно так. Так. Сейчас я опущу пониже немножко. Сейчас я опущу. Тут и Зима вон виден. Эй, мамы видно. Наша мультиварочка. Меню. Так, что мы делаем с тобой? Тушим, да? Тушим. Капусту мы еще, кстати, не делали. Так, крупа, настойка, хлеб, суп. Суп, йогурт. Так. А, тушение вот здесь. Кстати, сенсорная очень. Всего 2 часа. Обалдеть. Сенсорная очень удобно. Знаете, из ней очень удобно. Это у меня Polaris. Очень удобно то, что... То, что у нее... То есть, сразу начинает отсчитываться время. То есть, она нагревается быстро очень. И уже отсчитывается время. Допустим, предыдущая у меня была Redmond. Там было все это очень долго. То есть, она где-то там нагревалась 15 минут. Там где-то вот как-то вот было все это вот так. О, мне даже лучше видно стало. Вот. Фух. Немножечко я сейчас отдохну, наверное. И мы с вами будем... Маслица уже прямо вообще мягенькая, мягенькая. Совсем прям мягенькая. Сейчас я чуть-чуть отдохну. Немножко опять здесь приберусь. И мы с вами будем готовить дальше и дальше болтать. У меня сегодня очень сильно болит вот эта вот рука. Не знаю почему. Вчера вроде я тяжелую сумку не тащила. Или тащила? Точно, я тащила. Я вчера ходила за гранатами. Мама попросила гранаты взять 6 штук. Они весили килограмм плюс килограмм мяса. То есть, уже 2 килограмма. И... Что-то еще что-то купила? Или нет? Что-то я не помню. Короче, сумка была очень тяжелая. И что-то я... Или мне сон снился. Я не помню. Я помню, что-то я с рюкзаком выходила. И кто-то сказал, ну помоги ей одеть рюкзак вроде. А я что-то так... Да я сама. Наверное, это сон уже снился. Я что-то даже не помню. Ладно, сейчас... А, еще там телефон снился. Что такое? Сейчас я, короче, чуть-чуть приберусь. Чуть-чуть это. И мы с вами снова дальше продолжим. Чтобы вам не тянуть вот это вот время. Фух. Продолжение. У нас с вами дальше продолжение. Так, здесь я взяла такую чашечку. Здесь дальше мы с вами будем делать печенье из этого масла. Оно уже прям вот-вот. Уже мягко. Не знаю, как мы сейчас будем его с вами пробовать. Честно говоря, не знаю даже. Ложечкой, наверное, маленькой или большой сразу. Сразу сахар себе достану. А, сахар, да, надо посластить. А, и мука, да. Кстати, про муку я уже забыл совсем. Так, такое у нас с вами масло. Я его уже до этого добавлял. Ой, господи, показывала. Ну, в принципе, кстати, довольно белое. Прямо оно такое белое. Оно такое, кстати, ароматное. Сливочками пахнет. Хоть и мягкое, но оно такое вкусное. Такое нежненькое. Со сливками. Ну, что-то там есть такое не то. Все-таки мое вкуснее. Нараздо. Так, ну видно? Видно. Так, выкладываем его. Надо было его заранее выложить, наверное, в чашу. Может, еще потом добавим, не добавим. И вот этот вот сахар мы с вами перемешиваем. Я прямо такая, знаете, как будто записываю для вас рецепт какой-то. На камеру. А так, кстати, они уже у меня где-то есть. Все, это сахар надо растворить. Кажется, как будто бы мало, но на самом деле я как-то разделала из двух пачек. Получилось тесто очень-очень много, печенья тоже много. И я так устала делать эти печенья, лепить. Это не знаю, это было что-то с чем-то. Тогда я подумала, Дима, ну перестань что ли уже, а? Сколько можно хулиганить? Сколько можно? Тогда я подумала, что в следующий раз, когда будем готовить печенье, я буду брать только одну пачку. Вторую пачку лучше я сделаю потом. Но они, правда, съедаются очень быстро, очень вкусные такие, песочные, свои домашние, без всяких там едобавок и так далее. Видите, вот было время, когда Дима был совсем маленький, да, тянул все в рот, брал, везде лазил. Сейчас вот ребенку 4 года то же самое. В тот момент мы как-то пережили, он нигде не лазил, особо в рот ничего не брал. Я подумала, ну слава богу, пережил. Сейчас 4 года начался тот же самый момент. Видимо, он у него пришел просто немножечко попозже. Он везде абсолютно лазит и все берет в рот, тащит. Все абсолютно. Всякие там ложки, всякие там это, я не знаю, это что-то невозможно. Причем ребенку 4 года, то есть он понимает, он знает, что нельзя, что это делать не нужно. Но при этом он делает. Ну и, видишь, какой-то нашел грязную ложку. Где ты ее нашел? Непонятно, что. И сразу взял ее в рот. То есть нет бы там узнать, мам, что-то тут за ложка лежит непонятная. Да, неизвестно там, что ее там обрезало. Ну, как бы, да, это стояло в папиной комнате. Папа у нас свои стаканы разбрасывает во всей квартире. Папа у нас не может свои стаканы взять, допустим, помыть и убрать в шкафчик. Он его где-то разбрасывает, где-то его оставляет, где-то ставит. Этот стакан везде мешает. Он его помоет и уберет в шкафчик, там где чай у нас хранится. Открываешь срочно, надо что-то взять, а там стакан стоит. Грязный, грязный. У него тоже такая особенность. Уже замешивается тесто. Сейчас я его отправлю в холодильник, чтобы оно отдохнуло немножко. И потом дальше посмотрим, что с ним там будем делать. Случилось такое вот уже. Но оно, мне кажется, сейчас отдохнет немножко в холодильнике, похолодеет немножко и станет в порядке. Она превратится в более хороший кусок теста. Такой запах странный. Такой, знаете, запах похож на деревенское масло такое с говном немножко. По-моему, насколько я помню, его нужно дать ему там отдохнуть полчаса. Да, как раз 12.30 у нас уже. Оставшуюся засыпаем туда. 12.30 время, поэтому где-то в час я его, наверное, достану. Последний масло. Последний масло. А что он вообще мягкий? Подожди. Так, продолжаем с вами дальше. Теперь мы с вами будем готовить пастилу. Пастилу, пастилу, пастилу. Честно говоря, я ни разу в жизни не пробовала домашними, скрученными трубочками. Не знаю, какая она вообще должна быть на вкус. Вкусно это или нет. Ну, короче, первый раз сегодня будем с вами дальше продолжать готовить. Это уже почти у нас предпоследнее блюдо. Осталось у нас еще приготовить печеньки и, по-моему, все. Вроде бы. У нас будет, я знаю, что нужно обязательно добавлять яблочко. У меня яблочко вот такое зелененькое. Вот. И апельсин. Я хочу апельсиновое, но яблоко надо добавлять там. Не помню зачем. Пектин там, что-то такое, короче. Садись, Дима. На. Упыршечку будешь? Сядь. Сядь. Да, кстати, мы с Димочкой сейчас попробовали вот этот напиток, который сейчас мы с вами до этого еще делали. Он очень вкусный. Вот. Но немножечко с горчиночкой. Ну, в принципе, там тоже. Мы так пробовали без сахара. В принципе, нормально. Пить можно. Вот. Может быть, попробуем в следующий раз еще добавим сахар. Сахаром он будет вкуснее. Так. Здесь я хочу сделать немного по-другому. Я хочу сделать пастилу без вот этой вот кожурки. Потому что вчера смотрела ролик. Девушка делала вместе с этими белыми перегородками. Не знаю, кожуру я туда добавляла она или нет. Получилась горькая. Я хочу чистить цедру. Посмотрим. У меня есть еще апельсин, если что. Посмотрим. Перемешаем. Если сюда не хватит. Мне кажется, должно хватить одного апельсина. Я хочу ее почистить. Скажи, чем ты там занимался? Когда? Сейчас. Я пилился с Уруганев и еще с мамой. А в садике чем вы там занимаетесь? В садике у них, кстати, появились уроки живописи. Но туда на уроки надо прям вообще закупаться. Мы сейчас купили уже очень-очень много всего. Вот моя мама говорит, что может быть не надо, не относи. Потому что ребенок у тебя болеет. Мы закупили скругленькую сумму. Там фломастеры, гуашь, кисточки такие-сякие. То есть все это как в школу. Выходит в круглую сумму. Может быть не надо, он все равно будет у тебя болеть и мало ходить. Не знаю, будем ли мы ходить дальше зимой уже или нет. Я могу это сказать. Вот смотрите, получился вот такой. Ну ничего, так нормально. Почистим. Смотри, какой апельсин. Будет мусора очень много. Муж, наверное, когда придет, скажет, ну вы наели. Так, теперь у нас яблочко. Видите, какой апельсин, 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 апельсин. Так, у яблок я знаю, что нужно кожицу снять. Надо было сразу добавить туда. Четыре чайные ложки. Неожиданно отключилась. Села батарейка у меня. От чего это получилось? Это я уже от ребенка просто спрятала. Где-то получилось, кстати, здесь 100 что ли. А, 300, подождите, 200. 250 миллилитров. То есть один апельсин довольно большой, яблочко небольшое, 250 миллилитров в целом. Вот. Так, теперь мы с вами сейчас попробуем его. Сейчас будем его класть сюда. Не знаю. Ну, в принципе, на левом будет достаточно, мне кажется. Ну, сейчас кого будем готовить? Хотя, в принципе, на левом. Может и хватает, кстати. Кого? Вторая батарея тоже наполовину только заряжена. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так. И теперь мы с вами вот эту массу туда выливаем. Вам видно? А, вам видно. Ну, дай бог, чтобы получилось. На сердце он не сильно жидкий. Нормально, кстати. Потому что мне, кстати, показалось, когда я селевала, когда я делала, вернее, мне показалось, что он прям очень жидким. Мне показалось, что вот просто водичка. Я думала, что все, я думаю, не получится. И я знаю, что это отправляется на 12 часов в целом. То есть мы одну внизу оставляем здесь. Так, смотрите. Мясо достали. Уже час прошел, как оно прям там кипит, продолжает кипеть. Чуть-чуть я совсем водички добавила. Но она дала сок. Много сока дала. Может, кстати, и не добавлять воды. Я даже уже не помню. Так, здесь у нас мультиварка Polaris. 38 минут осталось. Сейчас она потушится. И потом я еще хочу добавить туда специи. И тогда уже все перемешать. Сейчас посмотрим. О, как это выглядит. Тоже очень вкусно. Ужин, короче, у нас получится с вами очень безумно вкусный. Вернее, не с вами, а с нами или без вами. Короче, не знаю. И напиток вот этот я налила. Получилось всего пол такого фужерчика, стаканчика. Короче, не знаю. Половина получилась. И такой цвет очень приятный. Так. Наша печенька лепила без вас, конечно же, уже. Потому что уже много времени прошло. Здесь последний кружочек. Зайчик. Мишка. Зайка. Миша. Ёлочка. Звездочка. Рыбонька. Две рыбоньки. Еще зайка. И маленький мышка. Ты мышка, что ли? Пи-пи-пи скажи. Или ты медуз какая-то. Отправляем в духовку. Не помню, надо сахаром сверху посыпать или нет. Вот я не помню вообще. Смотрите, что это у нас. И жир Димочка кушает. Ммм. 25 рублей одна штука. Такая кругленькая. Красненький. Красивый. Сочный. Ммм. Так. Смотрите. Получились у нас вот такие печеньки. Я думаю, что они очень вкусные. Единственное, какие-то вот точечки на них очень странно. Вот он смотрит. Наверное, я думаю, что это сахар скорее всего может быть. Не растворился до конца. Не знаю. Что-то первый раз у меня такое, честно. Там вот особенно чуть-чуть подгорели тут сбоку. Прям пузыречек такой. Очень-очень. Я думаю, что они скорее всего очень-очень безумно вкусные. Так. Здесь у нас капустка получилась. Здесь у нас наше мясо. Я уже один кусочек попробовала. Они очень такие вкусные. И там у нас еще пастила. Она уже готова. Представляете. Она уже готова. Я вот буквально смотрела. Сейчас я поставила на прохладную, чтобы чуть-чуть она остыла. Где-то она приготовилась за часа 4-5 что-ли. Хотя было вроде как 12 написано. Сейчас посмотрим. Короче, вот пастила. Я не могу ее снять. Она у нас, оказывается, пересохла. Представляете. Вчера я посмотрела специальный ролик. Девушка сказала, что она ставит на 70 градусов на 12 часов. Я поставила также на 70. Думала, что она будет долго готовиться. Но она, блин, она просто затвердела там как. Блин, а вон. Даже вон. Блин. Короче, сейчас придется все это замачивать. И как-то там отмывать. Не знаю даже как. Она просто даже не снимается. Первый опыт у меня, видите, вот такой. Очень тонким слоем, может быть. Легла, надо было, наверное, побольше ее что-ли положить. Прям прозрачная. Короче, первый был такой опыт у меня. Ладно, оставайтесь вместе со мной. Готовьте вместе с нами. Был канал с вами Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Напишите, что я сделала не так. Наверное, да. Надо было все-таки не 70 градусов, а поменьше. И постепенно, постепенно. Но это мой самый первый опыт. Неудачный. Ладно. Всем пока-пока. Лапша какая у тебя прям какая-то быть можно. Как этот орган. Пилармония. Место попробуй. Я пойду. Ароматный, да? Сама готовила. Конечно. А кто же еще? Видишь, что они с удочки. О, какие красивые. Вкусно? Вкусно. Хорошо. Тебе там еще одну печеньку я дам. Печеньку на утро, Сафель. А, не будешь? Как хочешь. Не хотите, как хотите. К утру уже не будет. Что, вкусное макарония? Да, что-то сырек осталось. Да, осталось. Доешь, что ли? Давай на завтра. Да ну доешь его, ладно. Доешь. Он уже засох и так. Уж мы его оттерли сколько могли. Скажи, ставьте лайки. Лайки ставьте. Ну покажи лайк. Вкусно? А что мучишь-то? А? Мучалка. Вкусно.